Неделя 38, с 18 по 24 сентября. В студии Игорь Киселев. Здравствуйте. 21 сентября 1920 года. Совнарком. Правительство Украины ввел обязательное обучение украинскому языку в школах. 22 сентября 1922 года. Высылка за границу первой партии русской антисоветской интеллигенции. Так называемый в истории философский пароход. 24 сентября 1934 года. В газете «Правда» Сталин впервые назван великим кормчем. 23 сентября 1960 года. День, который в легендах советской и уже постсоветской истории можно было бы назвать днем Хрущева и ботинка. До сих пор бытует мнение, что на тот момент лидер Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев стучал ботинком по трибуне ООН и в микрофон произнес эпохальное «Мы вам покажем, Кузькину мать». Как и многое другое, что превращается в легенду «все так, да не совсем так». Действительно, в тот день Хрущев во время своего визита в США присутствовал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам о колониальных народах и выступил с трибуны. Но башмаком по трибуне не стучал. Заседание проходило бурно. Внешне это было скорее похоже на некоторые современные заседания Украинской Верховной Рады. В какой-то момент, чтобы привлечь внимание, советская делегация начала стучать кулаками по столу. Вот дальше рассказ очевидца событий. Ну, в общем, раздались такие смешки. Все это подзадоривало Хрущева еще больше. Потом, когда он дальше вот слышал такие, такого рода выступления, он стал колотить по столу кулаками. Чтобы привлечь внимание председательству еще. Председательствовал тогда постоянный представитель Ирландии, Боланда. И вдруг я увидел, что Громыко с такой косой, такой своей улыбочкой, тоже колотит кулаками по столу. Такого я от Громыко, но никогда бы не ожидал. Это было самое... Это вызвало мне самое большое удивление. Поведение Хрущева, это было типичным для него. А вот Громыко, чтобы так себя вел. Хрущев колотил-колотил кулаками. Вдруг я увидел, что у него в руке башмак, который он снял со своей ноги. И он начал колотить этим башмаком по столу, за которым он сидел. Это, конечно, произвело абсолютный фрор. В зале начался шум. Но вот такова история с ботинком. До сих пор у нас бытует версия о том, что он колотил ботинком по трибуне ООН. Ну, ничего подобного. Он колотил ботинком, но по столу, за которым сидела он во главе советской делегации. Позже в своих мемуарах Никита Сергеевич объяснит свой неординарный поступок стремлением вызвать таким образом внимание мировой общественности к освободительному движению народов Азии и Африки. Для чего партии и правительству потом было создавать легенду о трибуне, трудно сказать. После отставки Никита Сергеевич жил тихой жизнью пенсионера. Но легенда осталась и живет до сих пор. 20 сентября 1941 года. Официальное окончание процесса депортации поволжских немцев в Сибирь и Среднюю Азию. 21 сентября 1940 года открыт Львовский театр оперы и балетов. В тот же день, но в 1949 году, лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики. 22 сентября 1993 года. Премьер-министр Украины Леонид Кучма уходит в отставку, чтобы потом стать вторым президентом страны, пока единственным, кто занимал этот пост два срока. В Одессе неделя стала эхом пожара в лагере Виктория. Это вполне, к сожалению, ожидаемое развитие событий в современной политической ситуации в городе. Попробуем эту ситуацию разобрать на составляющей. Для оценки в качестве точки отчета возьмем выборы 2015 года. Тогда Геннадий Труханов победил более чем убедительно. За него проголосовало более 52% из тех, кто пришел на выборы. Второй результат получил Саша Боровик, человек Саакашвили, за которого тот недвусмысленно агитировал. Тогда он набрал чуть менее 26% голосов. То есть отстал более чем на четверть голосов избирателей. Обращу внимание, что третьим на финише был Эдуард Гурвиц с результатом менее 9%. Другими словами, даже если бы Гурвиц и Боровик сложили все свои голоса в одну копилку, то получили бы в лучшем случае 35% против 52% Геннадия Труханова. Подобный результат воли изъявления о наших земляков никак не назовешь конкурентным. Ситуация за два года никоим образом принципиально не изменилась. 1 июня всего года в Киеве прошел брифинг менеджера, известного в Украине Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», где он подвел итоги двухнедельного опроса в нашем городе. Важно подчеркнуть, что заказчиком исследования был не Одесский городской совет, не городской голова, не партия, доверяя делам или мэрии. Суть опроса такова, за кого бы вы голосовали, если бы выборы состоялись уже сегодня. Так вот, по результатам этого исследования победил бы опять-таки Геннадий Труханов и снова в первом туре, то есть набрал бы больше половины процентов голосов. Согласно этим исследованиям, второе место получил бы Эдуард Гурвиц с результатом 4,2%, а третье Саакашвили с результатом 3,2%. Данные этих исследований опубликованы в интернете и тайны не составляют. Тем не менее, мы обязаны понимать, что у любого руководителя миллионного города всегда есть рейтинг доверия и рейтинг недоверия. У Геннадия Труханова, по оценкам разных специалистов, баланс такого рейтинга примерно плюс 40%. Другими словами, в данный момент времени примерно 60% одесситов доверяют действующему мэру и примерно 20% не доверяют. Такая электоральная оценка городского головы позволяет Геннадию Труханову уверенно чувствовать себя на любых выборах, пусть то очередных или внеочередных. За два года после выборов 2015 года Геннадий Леонидович в кресле мэра не растерял, а приумножил рейтинг. Это большая редкость. Современная украинская политика таких примеров знает очень немного. В подавляющем большинстве случаев, все с точностью наоборот, начиная с большого, заканчивая с малым. Вместе с тем, надо понимать и то, что у любого, пусть самого гениального и безгрешного руководителя в странах с реальной демократией всегда есть оппоненты, всегда есть те, кто с ним и его методами не согласен. Это нормально, это естественно. Естественно, есть оппоненты и у Геннадия Труханова. Давайте попробуем разобраться в том, кто они на сегодняшний день. Когда мы говорим об оппонентах из публичных деятелей, мы прежде всего вспоминаем Михаила Саакашвили. Правда, надо признать, что оппонентов у самого Саакашвили много. Он недоволен почти всем украинским политикам и ругает, кого попало, да и как попало, честно говоря. Напомню, по исследованиям социуса в Одессе, летом его поддерживали аж 3,2%. Других публичных оппонентов Геннадия Труханова, которые бы реально могли преодолеть уровень стат погрешности в 2%, сложно вспомнить. Так вот, реальные оппоненты действующего мэра не публичны. Прежде всего, специалисты называют сирийского бизнесмена Однана Кивана. Аналитики и сведущие люди вспоминают еще несколько бизнесменов. Подчеркну, не политиков, не общественных деятелей, а именно бизнесменов. На мой взгляд, вот с таким фактом связан тот крайне грязный характер всего, что мы видели в субботу 17 и среду 20 сентября на Думской площади. Попробую пояснить свою мысль. Если бы основным оппонентом Геннадия Труханова был кто-то, кто реально готов бороться на выборах, кто реально может предложить что-то одесситам в качестве альтернативы, то он не позволил бы связать свое имя с откровенным хулиганством. Политическая борьба имеет определенные правила и рамки. Политик обязан быть персоной публичной и ответственной. Конечной целью любого политика или политической силы является власть. Бизнесменам же, ну или группе бизнесменов, власть как таковая не нужна. Им нужна сговорчивость власти. Для чего тоже понятно. Все равно, кто будет работать в городском совете или городском исполкоме, им наплевать на что-то, кроме своего бизнеса. То есть, тот самый некий непубличный коллектив, который стоит за попытками раскачать ситуацию в Одессе, борется за какие-то уступки от власти, чтобы тупо можно было больше заработать денег. Именно в этом и состоит весь цинизм и подлость явно организованных беспорядков. Предвижу недоверие и примерно следующий вопрос. Ну не все же туда пришли проплаченные. Да, не все. Давайте разберемся в том, кто там был. Сначала начнем не с качественных, а с количественных оценок. Наиболее часто, в том числе и от правоохранителей, мне встречалась оценка, что на Зумской было около 500 протестующих. Самая смелая оценка, с которой я, впрочем, не согласен, это тысяча человек. Согласитесь, 500, ну или даже тысяча, это капля в море миллионной Одессы. Задам эриторический вопрос. Скажите, а кто из работоспособного населения в состоянии не работать в среду в разгар рабочего дня? Надо признать, что это были люди не просто работоспособного возраста, а очень даже спортивные мужчины. Ну, в большинстве своем мужчины. Теперь предлагаю разбить всю эту кампанию по некоторым качественным категориям. Ну, на мой взгляд, естественно, вы можете этому не доверять или иметь свои оценки. Итак, на мой взгляд, там были люди, которые, скажем так, приглашены бизнесменами. И я сейчас не имею права говорить, что их услуги были оплачены, так как зафиксировать в данный раз это не удалось. Раньше на подобных акциях удавалось, сейчас, похоже, стали поосторожнее. Кроме этой группы граждан были и те спортивные подразделения, которые наверняка пришли по своей воле. В третью группу я бы записал неспортивных представителей маргинальных политических сил. Чилица я просто знаю. Наверняка была какая-то часть граждан, которые пришли протестовать по зову сердца. Как видим, групп вроде бы и много, а все вместе числом примерно в 500. Ну, а те, кто приглашен бизнесменами, говорить неинтересно. Там и так понятен вероятный гривневый интерес. Маргиналы и просто пришедшие граждане, ну, по своим каким-то мотивам, которые всегда готовы голосовать против Геннадия Труханова, как я говорил раньше, будут, есть. Это нормальное, естественное явление в демократическом обществе. Куда интересней молодые, так называемые, общественные организации. Их мотивы все чаще проявляются в публичных, уличных акциях. Так вот, дело в том, что бизнесмены приглашают уже организованные группы, ранее известные. Ну, вот, например, в СМИ прошла информация о том, что Одесское отделение партии Свободы получило финансирование от Однана Кивана. Насколько это достоверно, несложно сказать, но опровержения от свободовцев в печати я не видел. Так вот, суть в том, что известные и заявленные ранее общественные организации, которые готовы качать ситуацию, уже заняли места, где возможно финансирование. А вот те организации, что помоложе, не прочих подвинуть. Так вот, для них это была некая ярмарка вакансий, место, где они показывали себя. Что сказать, хотелось бы, чтобы эти молодые люди претендовали на более достойные рабочие места. Таким образом вырисовывается картинка, что все это очень некрасивая и низкая, не побоюсь этого слова, попытка на трагедии Виктории раскачать ситуацию в городе в пользу одного или нескольких бизнесменов. Для чего? Для того, чтобы в социально нестабильной ситуации им было проще что-то выторговывать у городских властей. Собственно, косвенно об этом говорят и странные требования протестующих. Самые популярные возгласы были об отставке действующего городского головы. Людям, думающим, это по крайней мере смешно, путь, которым возможно добиться смены мэра, это досрочные выборы. На сегодняшний день законных оснований для этого нет ни у президента, ни у парламента. Но как минимум об этом никто не пишет и не говорит. А если требовать у президента тех самых досрочных выборов, зачем это кричать в Одессе, на Думской? Ехали бы в Киев на банковую? Были те, кто обвиняет мэра в преступлениях. Но согласитесь, если вы обвиняете кого-то в преступлениях, то надо идти не на площадь, а в милицию или прокуратуру. Зачем об этом кричать и пытаться прорваться кордон рядовых сотрудников? Пишите заявление следователю. Ну и так далее. Никаких ясных и понятных требований, в том числе и политических требований, не было. Сомнений, что ситуация с массовыми столкновениями режиссировалась, не было и у тех, кто пусть и считают себя противниками мэра, но сохранили ясность рассудка и трезвость взгляда на события. Вся эта раскачка ситуации не имела продолжения в четверг, пятницу и выходные. Будем надеяться, не будет иметь продолжения и в эту неделю и дальше. Спокойствие сейчас куда важнее. Да и всегда важнее. В заключение программы хочу отметить четкую работу полиции и национальной гвардии. После событий среды на Домской площади сообщалось, что более 30 человек, если не ошибаюсь, 36, получили травмы разной силы и тяжести. Желаем им скорейшего выздоровления и спасибо за работу. Ну а, пожалуй, самое главное другое. Все, кто топтался на площади и планировал эту атаку в каких-то кабинетах, попытались в качестве флага поднять трагедию, смерть детей. Вот это, пожалуй, самое ужасное. В субботу одна из матерей погибшей девчушки обратилась к мэру, губернатору и главе полиции области с просьбой дать родителям достойно проводить детей. Мне очень хочется, чтобы разум наконец-то вернулся в буйные головы и они не мешали вот таким вот образом с этими детьми попрощаться. Наши соболезнования и сил вам всем. Еще раз будем надеяться, что городу вернется покой. Вот такой неспокойной была прошедшая неделя. А мы с вами встретимся в следующий понедельник. Но это уже будет другая неделя с другим Киселевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова